Особое мнение на 101FM И на этой, может быть, на теме, на волне этой темы, да, какие-то другие потерялись, может быть, и повезло в этом смысле Владимиру Быкову, да, потому что его бы сейчас обсуждали намного сильнее, вот, но в то же время я не хочу эти темы пропускать мимо, и давайте все-таки в начале программы мы поговорим вот о том, что происходит вообще у нас во власти Опять два громких случая, да, я сейчас не только о Быкове, но и о Плитко, да, это последний громкий случай Но начну все-таки с Быкова Вот недавно свежая новость о том, что появились новые эпизоды в его деле Еще взятка на полтора миллиона рублей, она касается электронной платы проезда Плюс все тоже дело по печному топливу, да, за которое он получил взятку, там, всем с лишним миллионов Еще его обвиняют в пособничестве, в мошенничестве в крупном размере Он помогал предпринимателю, который вот продавал это печное топливо в АТП 22 миллиона на этом, по предварительным данным, удалось наварить Вот я хочу вас... и теперь, значит, нам следком говорит, что сейчас решается вопрос о предъявлении Быкову окончательного обвинения Я хочу вас спросить, это что, все получается? Нет, я не думаю, Мария, что это все, вы просто не... самый важный вопрос, который, в общем-то, в этой тематике, с моей точки зрения, имеет место быть Это парк Победы Вот, с учетом того, что там фигуранты уголовного дела были обозначены, они были под стражей И, по сути дела, сегодня, я думаю, что дали признательные показания И там основной вопрос, как говорится, это парк Победы И четыре эпизода, которые ему, мы и говорили ранее, меняет Следственный комитет Именно, так сказать, эти эпизоды, которые вы перечислили Я думаю, там еще будут эпизоды, с учетом той точной застройки, которая, в общем-то, была там Была на территории города во время его работы главой города Кирова Вот, и поэтому я не могу сегодня назвать того, так сказать, ту строительную организацию Которая плотно работала, в общем-то, с моей точки зрения, с господином Быковым Поэтому, я думаю, что в ближайшее время, в общем-то, уголовное дело А может, даже он будет заключен под стражу С учетом вот тех обстоятельств, которые сегодня выясняются Ну, то есть, вы хотите, чтобы ту строительную компанию нам все-таки следователи сами назвали? Ну, они будут, да, следователи устанавливать И следователи, это самое в курсе, насколько мне известно, так сказать, всех вопросов Которые, в общем-то, сегодня в отношении господина Быкова отражаются в его уголовном деле Ну, то есть, все идет к тому, что все-таки он главой ОПГ-то окажется, да? Да, я думаю, да Почему? Потому что вы смотрите, там и господин Ефаркин, господин Никулин И те еще три фигуранта, которые, в общем-то, по сути дела, были на скамье подсудимых И, в принципе, дали признательные показания, с моей точки зрения Вот, они переведены, я так думаю, в ранг свидетелей И поэтому это организована преступная группа, которую, в принципе, сегодня следовательный комитет определит Я думаю, в ближайшее время мы увидим Хотя мы предупреждали сегодня господина Быкова и общественность, что на протяжении последних семи лет, в принципе, вот те вопросы, которые сегодня следком имеют у себя, так сказать, в распоряжении, они не следствия ни одного дня А вообще, вот, домашний арест, да? Новые эпизоды, а все равно домашний арест Вот, слушайте, такое ощущение, что мы сейчас где-то вот на одной волне с Владимиром Васильевичем-то оказались, да? Он сидит дома, мы сидим дома Это вообще, ну, как бы... Да, ну, может быть, по состоянию здоровья, ведь там есть определенные аспекты юриспруденции, которые дают право сегодня судейскому сообществу решать этот вопрос То есть пусть добавляется эпизодов, а человек все равно будет дома, да? Ну, я не могу сегодня это самое, как говорится, их в этом вопросе вам точно сказать Я еще раз говорю, я не занимаюсь этим вопросом и не имею юридического образования Хотя, с учетом своей, так сказать, своего стажа работы в управленческих структурах, я понимаю, что сегодня данный вопрос, как говорится, имеет место вот в таком формате, который уже озвучили мы с вами выше Еще одна тема – задержание вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства Алексея Шургина Взятка в 3 почти с половиной миллиона рублей передавал деньги Шургин-Плитко на правительственные дачи Плитко обвиняют тоже в создании, значит, организованной группы, которая вот занималась этими махинациями в лесной сфере У нас эта история с лесом, она ведь с какой-то завидной периодичностью повторяется, да? Вот что не так-то? Ну, вы знаете, если взять тысячелетнюю историю и вспомнить нашего императора Петра I, когда он раздавал жалования, в общем-то, вернее, ну, тем государственным служащим, которые были на тот период Именно он самое низкое жалование положил лесникам Его спросили, почему? Он говорит, лес – дело воровское, самое низкое жалование должно быть этим госчиновником С учетом того, что действительно эта ситуация, она имеет продолжение, начиная с господина Белых Вот, вы помните, Киров лес там, все, так сказать, ту инсинуацию, из-за чего сидит Мы, получается, об этом знаем, почему ничего поменять-то не можем Ну, а почему не можем мы поменять? Мне инкриминирует, что мы с Плитков были друзьями, но у нас были рабочие отношения Если взять сегодня и посмотреть все тех людей, которые отвечали ранее за информационную внутреннюю политику То, по сути дела, этот человек был, ну, более, с моей точки зрения, взвешенным, грамотным и в то же время конкретным в своих действиях и, как говорится, в работе Ну, то есть этих людей вы знали и ничего не предвещало? Ничего не предвещало, я вам, так сказать, могу апеллировать цифрами Если взять лесную отрасль в разрезе бюджета прошлого года, где-то порядка миллиарда рублей поступило дополнительных средств То, что, как говорится, по оценке Минлесхоза мы на пятом месте То есть качество, так сказать, работы было оценено, это самое, Рослесхозом неплохо в этом отношении Ну, как говорится, и те вопросы, которые, да, мы указывали на рубки ухода Вот те предприниматели, которые, в общем-то, имели аренду лесных участков на 10 лет И она у них закончилась, их где-то порядка было и есть, ну, определено, где-то порядка 40-50 предпринимателей И постоянно, так сказать, при встречах я задавал вопрос А почему же вы сегодня не идете на торги по аренде лесных участков? Те еще и многие эти вопросы остались, так сказать, как наследство от господина Белых в лесном хозяйстве И мне, и тот же Плитко, и министр, как говорится, отвечали на эти вопросы Что мы работаем по инвестпроектам А инвестпроекты, это же, по сути дела, как говорится, вот так, как вам сказать Так, коррупционная схема, с моей точки зрения, которую сегодня еще мы много увидим, так сказать, интересного, в кавычках Именно вот по этим, так сказать, по этому направлению работы То, что касается, еще раз хочу сказать, это самое обозначенное Ну, допустим, мы работал, когда Белых, и я по своим должностным обязанностям И как руководитель партии, как руководитель фракции встречаюсь и с губернатором И, так сказать, с заместителями и так далее, и с министрами Вот, так же Плитко предупреждал тогда, когда еще в 15-м году Шел на выборы президента Марийской Республики А сейчас глава республики называется, это должность Вот, и мной в 15-м году был, он в интернете есть, мной был написан запрос именно по лесной отрасли Которую возглавлял господин Шургин в Марийской Республике Он был министром И тогда, когда он здесь появился, я задавал этот вопрос Плитко и говорил Что в Марийской Республике, по сути дела, был написан запрос с учетом тех, той информации Которая в письменном виде поступала тогда ко мне, как депутату Государственной Думы И его господин Маркелов после моего запроса, так сказать, ну, убрал Почему? Потому что та же самая схема, которая проявилась сегодня на территории Кировской области Она была в 15-м году в Марийской Республике Ну, то есть это все было известно Да, это было, безусловно Я задавал вопрос, откуда он взялся И задавал вопрос, как говорится, откуда вы его взяли Кто его вам рекомендовал, как губернатору, так и Андрею Геннадьевичу И какой ответ вы получили Ответ, ну, что человек грамотный, специалист неплохой и так далее Да, он имеет образование соответствующее Работал в университете Марийской Республики После того, как, до и после, когда был министром Марийской Республики Поэтому тут барзописцы некоторые пишут в определенной степени вот эти инсинуации Которые я сейчас хочу, Мария, ответить полно на этот вопрос Чтоб не было этих инсинуаций Вот, если взять сегодня Белых, то по внутренней политике тогда был кто? Веснин, правильно? Совершенно были другие, так сказать, подходы и показатели Кто был при господине Василия? Господин Васильев, как только его назначили исполнять обязанности губернатора Помните, пришли, как говорится, целый эшелон варягов Та же Куземская, там тот же Менькин, шоумен И, как говорится, они после того, как была выпущена книга Коррупция в Кировской области, варяги во власти, грабеж или созидание Значит, после выборов губернатора, эти, так сказать, люди Ну, тот же по внутренней политике был Бекетов, который, ну, как говорится, не имел основы даже и подхода Так быстро не все меняются, что мы их уже не запоминаем Вот об этом как раз у нас Дмитрий Русских в эфире говорил Он говорил, что это показывает недоработки кадровой политики губернатора А кадровой политики вообще она отсутствует на территории Кировской области И Дима прав в этом вопросе Мы на протяжении уже последних 15 лет об этом говорим, предлагаем Но ведь я сегодня считаю, что, это мое личное мнение Я считаю, что коммерческие, так сказать, структуры не должны присутствовать во власти А у нас что получается? Если коммерсанты сегодня, так сказать, приходят на должность Они смотрят, как, по сути дела, тот бизнес, который остался там на жене, на родственниках, на близких и так далее Как его приумножить и начинается передел Что происходит сегодня в Кировской области? Кировская область, с моей точки зрения, она бесхозная сегодня в управлении И мы это видим, то, что показывает данная ситуация на территории Кировской области Поэтому, если взять, еще раз хочу подчеркнуть И вот этих людей, которые, так сказать, возглавляли внутреннюю политику на территории Кировской области Они общаются со всеми и обязаны общаться со всеми политическими структурами Которые, в общем-то, находятся на нашей с вами родной Кировской области Поэтому чисто рабочие отношения, они меня не обязывают к тому, чтобы я это сам и знал Что он делает в нерабочее время Что он, так сказать, делает в рабочее время И какие, так сказать, принимает решения в тех направлениях, которые еще за ним закреплены И которые, в общем-то, он ведет, правильно? Сергей Павлович, у нас сейчас пауза Через полминуты вернемся в студию Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня его высказывает первый секретарь обкома КПРФ Руководитель фракции КПРФ в ЗАГС Собрании Сергей Мамаев Сергей Павлович, и вот раз уж я представляю вас и как руководителя фракции ВЗС Перейдем к теме депутатской 21-го числа состоится очередное заседание А 9-го было внеочередное Вот хочу о нем сначала спросить Там вы были, ну, часть, большинство депутатов были в масках Рассадили, значит, вас всех через несколько кресел друг от друга Мерили температуру, голосовали вы, поднимая руку Как вам вообще такой формат проведения? Ну, мне, допустим, любой формат для меня, он, как говорится, понятен И я понимаю сегодняшнюю ситуацию и понимаю то, что, так сказать, это в данных условиях Мы должны соблюдать те правила, которые сегодня предписываются здравоохранением Поэтому мы провели сессию, и я считаю, что ее провели неплохо Но с учетом того, что был ограничен, я бы так сказал, регламент данного заседания Там выступлений не было Один только вышел, Павел выступил, как говорится, и проговорил о своем бизнесе Как ему тяжело и как плохо сегодня на территории Кировской области Я полностью с вами согласен Поэтому, как говорится, я ничего не могу сказать Ну, был представлен новый прокурор Вот, и думаю, что в его заявлении прозвучали, так сказать, те основные параметры Которые сегодня необходимо ужесточить прокуратуре Я полностью с этим согласен Вот, поэтому у меня не было вопросов к прокуратуре и... И к формату И к формату, да А если вообще о форматах говорить Вот на новом заседании, которое 21 числа пройдет Будет рассматриваться вопрос, который касается онлайн-заседаний То есть депутаты разрешат себе, по сути, проводить онлайн-заседания Вот, я хочу вас спросить, почему вообще такая поправка принимается В регламент Да, 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 поправка в регламент Значит ли это, что, ну, как бы, есть какой-то расчет на долгий карантин, которого все так боятся Ну, ведь это карантин, он, с моей точки зрения, он сегодня продлится еще долго С учетом той экономической ситуации, которая есть в нашем регионе, в целом на территории нашего государства Поэтому то, что будут поправки внесены в регламент законодательного собрания Я с этим категорически не согласен, с учетом того, что Государственная Дума ведь сегодня не работает в режиме айлайн Правильно? И вчера буквально заявил председатель Государственной Думы господин Володин о том, что мы, наверное, не будем, так сказать, уходить в отпуска Будем работать в регион и в случае какого-то, так сказать, оперативного сбора мы обязаны прибить в Государственную Думу и отработать те или иные вопросы Я считаю, что в режиме айлайн могут работать Единая Россия Почему? Потому что вы обратите внимание и посмотрите даже стенограмму Если взять сегодня те 15 лет законодательного собрания и его, в общем-то, посмотреть, как работает правящая партия То я редко когда слышал, какие-то задавали вопросы, я редко когда-то слышал, чтобы кто-то из Единой России обсуждал тот или иной законопроект Просто нажимали кнопки Поэтому я сегодня называю таких людей кнопкодавами Ну сейчас такие технологии, что и говорить можно в онлайне Ну говорить можно в онлайн, как вы говорите Вот это английское слово, как говорится, я английский не изучал, немецкий Поэтому, в общем-то, это я считаю полным абсурдом Но давайте не будем вообще тогда депутатов избрали и собираться не будем Обсуждать это важные темы Все будем в режиме онлайн работать, как говорится, на дому или где-то там в офисе и так далее Мы должны сегодня и обязаны обсуждать тот или иной вопрос Те предложения, как мы будем это самое, откажут Просто кнопку нажмут и скажут, иди-ка тебе, ребята, подальше Почему? Потому что мы уже этот вопрос стоим на голосовании А когда в зале ты сидишь и когда-то, так сказать, обсуждают этот вопрос Совершенно другая атмосфера и совершенно другие, так сказать, подходы А то, что касается сегодня повестки дня законодательного собрания, она очень важна Мы сейчас обсудим ее, давайте про онлайн закончим То есть вообще в жизни такой формат вам не очень приемлем Нет, конечно, ну что это давайте будем сейчас это самое не ходить на ЗАГС собрания И это самое не исполнять депутатские, с моей точки зрения, депутатские полномочия Давайте все будем сидеть дома Ну, с учетом сегодняшней ситуации, это подходит Но и то... Нет, сейчас просто можно все вот прямо обсудить в конференции В режиме онлайн и поговорить каждый может Ну, это, с моей точки зрения, это неправильно А вообще, вот вы будете, я правильно услышала, голосовать и против вот этих поправок? Безусловно То есть даже на время карантина вам кажутся такие вещи неприемлемы? Ну, а зачем? Мы можем же это самое провести У нас не есть соответствующие, так сказать, меры безопасности в этом направлении Пусть проверяют Если тот, так сказать, повышенная температура или какое-то недомогание, он, естественно, не придет Ну, сейчас и бессимптомно люди ходят, болеют Об этом же говорят, 30% бессимптомно называют Если взять статистику в целом по гриппу, то у нас... Ой, с гриппом уже не сравниваем все Вот не слышала ни разу, чтобы от гриппа в день по 7 тысяч человек в мире умирали А вы посмотрите, статистику ее никогда не озвучивали Вот, ее никогда не озвучивали Смертность практически та же самая Вот Почему? Потому что разновидности Каждый мы год, наверное, испытываем разные, так сказать, симптомы гриппа и так далее Не будем об этом спорить, пусть, да, специалисты считают Давайте перейдем к ЗАГС-собранию, к важным темам, да, о которых вы говорите Вот одна из них, это, ну, понятные изменения поправки в бюджет, да Вот, если смотреть, какие вносятся, например, заинтересовала меня цифра 51 миллион на выплаты врачам, да И приводятся цифры, какие будут выплачиваться Значит, 80 и 100% среднемесячного дохода врачам 50% младшему медицинскому персоналу, 20-30% младшему, 50% среднему Но я специально вчера переслушала Путин во время своего последнего обращения Когда он общался с губернаторами, называл четкие конкретные цифры 80 тысяч врачам, 50 тысяч рублей, не процентов, тысяч рублей медсестрам и так далее Это какие-то разные вещи? Или, вот почему? Почему у нас проценты? Путин называет конкретные суммы Конкретные цифры, но не проценты он называет Но не проценты, а у нас проценты Но мы тоже будем смотреть и задавать этот вопрос, так сказать, соответствующим министру и, естественно, председателю правительства То есть тоже вопросы у вас Безусловно, будут эти вопросы Я еще раз хочу вам подчеркнуть Зачем мы в процентах сегодня Если президент сказал и обозначил конкретные цифры Значит, вы по этим конкретным цифрам должны двигаться Либо это разные вещи какие-то Что я не могу понять Ну, я сегодня не могу вам сказать, Мария, разные вещи И как подходят Я чувствую, что с худым нашим, так сказать, бюджетом Который, по сути дела, сегодня не имеет Даже на территории мы не имеем стратегии развития Кировской области А мы имеем только прогнозы А что такое прогнозы? Давайте мы спрогнозируем Завтра мы купим с вами автомобиль Как мы будем к этому вопросу двигаться? Все равно будем строить планы, правильно? Где, как заработать эти деньги И приобрести тот или иной вид, как говорится, техники, к примеру А здесь сегодня ничего нет На три года мы прогнозы сделали и все Вы сделаете Здесь государственный, по сути дела, закон О стратегическом планировании Который сегодня не работает на территории Кировской области И мы им неоднократно на это Лично я указывал Неоднократно при принятии бюджета Но здесь деньги федеральные дают Немножко о другом Я понимаю, но это дано указание губернаторам А ведь будет ли сегодня поддержка федерального центра Мне сегодня непонятно, в каком плане Если мы 9 числа определили, что будет, в общем-то, поддержка федерального центра В финансовом плане по семьям, так сказать, по материнству и детству, я так называю То мы и проголосовали Хотя От 5, вернее, 50% от прожиточного минимума Это где-то 5 тысяч Ежемесячно будут, так сказать, получать Нет, но здесь речь тоже, если я правильно понимаю, о выделении федеральных денег Ну, если они будут Но ведь мы сегодня, это самое, еще раз говорю, что у нас мертвый сезон У нас сегодня практически область не работает Там где-то порядка 140 предприятий крупных вышли на работу Но если взять в целом с 2017 года и посмотреть сегодня экономическую составляющую на территории Кировской области То у нас 37 тысяч рабочих мест исчезло с 2017 года 37 тысяч, не просто 37 рабочих мест А что мы ввели, какие рабочие места Самый основной показатель, это, по сути дела, новые рабочие места Это налоги и, как говорится, доходность семьи и так далее И развитие области Так я, почему вам, Мария, хочу сказать, что у нас нет плана даже развития Если бы мы примерный план имели развития Кировской области Значит, мы бы привязывали бюджет и, так сказать, определяли основные направления Это, так сказать, развитие Кировской области А я еще вам хочу одну цифру ужасную сказать С территории Кировской области практически сбежало тоже с 2017 года порядка 5000 крупных предпринимателей Они ушли в другие регионы И мне тут, пусть многие единороссы заявляют и заявляют на уровне даже губернатора Заявление такое прозвучало единожды О том, что мы тут ничего не теряем Да как не теряем? Налог на прибыль где? Он все равно проходит через ту, так сказать, структуру налоговую В которой ты зарегистрирован И поэтому теряет Кировская область очень много О предпринимателях чуть позднее поговорим, Сергей Павленович Когда будем обсуждать меры коронавирусные Ну, это я имею в виду в целом, так сказать, по экономическим показателям И если взять, так сказать, еще экономические показатели То правительство Чурино вообще, оно бездействует в этом вопросе Оно налевое Иди занимайся, я постоянно и прямо сейчас в эфир для всех, так сказать, избирателей хочу сказать Занимайся своими заводами Вот сейчас самое время А не занимайся тем, чего ты не можешь А кадровая политика, о чем вы говорили, мы это самое, так сказать, можем ее и тоже с вами обсудить сегодня Обсудим мы сейчас вот тот вопрос и по предприятиям, о котором вы говорите Я хочу еще вот о чем спросить по поводу поправок в бюджет 50 миллионов на врачей в этом документе, да, я считаю И 50 миллионов на голосование по Конституции Вот это вообще... Это смешные цифры Значит, единицы получат, я это считаю, ненормально Как говорится, все ведь врачи сегодня трудятся Как говорится, и всем врачам надо как-то бы, так сказать, материально их немножко, в общем-то, поощрить Вот, и вот эта цифра, я считаю, что она... Надо посмотреть, какой фонд заработной платы в целом по здравоохранению Поэтому я еще не смотрел, и прямо вам это заявляю Какой фонд заработной платы по здравоохранению И смотреть, каким категориям, так сказать, в каком не просто процентном отношении А, как говорится, именно в фиксированной цифре, которую сказал президент Российской Федерации И обозначил То есть 80 рублей, 50 рублей и 25 рублей То есть тысяч имеется в виду Просто удивительно, что на врачей 50 миллионов и на голосовании 50 миллионов Или я, как бы, может быть, что-то не понимаю Нет, ну вы правы, на голосовании На голосовании тоже это самое... Какие это, как говорится, куда такие огромные деньги? Куда? Я еще раз говорю Вот, вы эти деньги лучше потратили бы, так сказать, на образование, на здравоохранение Тоже на то же здравоохранение На приобретение, так сказать, лекарственных препаратов и так далее На приобретение оборудования Хотя есть это все в бюджете Но бюджет сегодня, вы видите, что он будет, это самое, секвестировать И очень сильно Если даже фонд национального благосостояния нам какие-то деньги компенсирует Но я не думаю, что это самое, эти деньги помогут развитию Кировской области в целом Потому что идет мертвый сезон По сути дела, если взять по доходам сегодня бюджета Кировской области Хотя у нас в Минфине сидят профессионалы, я прямо скажу Единственное министерство, которое сегодня работает профессионально Но ему мешают люди, те, которые, так сказать, не понимают даже чисто экономических, так сказать, показателей Которые, в общем-то, надо бы сегодня брать во главу угла в управлении Кировской областью Она, по сути дела, сегодня бесхозная Я прямо вам это чувствую, особенно заезжая в районы Потому что с районами никто не работает Никто их редко за это самое собирает Приезжают у нас сюда, они, министры их, так сказать Когда-то примут, а когда-то и не принимают Надо записываться к председателю правительства Главе района надо записываться к председателю правительства Я бы понимал, это губернатор был Вот, или там, как говорится, президент А что такое, председатель правительства, ты должен работать постоянно У нас сейчас перерыв, Сергей Павлинович Полторы минутки на рекламу и вернемся Спасибо Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение» Веду ее сегодня я, Мария Кожевникова О свое особое мнение высказывает первый секретарь обкома КПРФ Руководитель фракции КПРФ ЗАГС Собраний Сергей Мамаев Сергей Павлинович, все-таки мы уже много говорили с вами о теме коронавируса Она все равно мелькает, да? Безусловно О чем бы мы ни говорили, все равно мы возвращаемся к ней Но сейчас я хочу более все-таки подробно на этом остановиться И вот тема, наверное, и проблема последних дней Это то, что на улицах много людей Вот сейчас мы с вами шли, да? Ну, действительно, людей много Об этом губернатор там пишет даже в своих соцсетях Просит людей оставаться дома Но в то же время много непонятного, да, происходит Допустим, вот Дмитрий Русских, опять к нему вернусь Он говорит, что объясняется это все полумерами Он говорит, что люди не понимают, что им делать Они должны сидеть дома или они могут идти на работу Нет строгих запретов, нет какой-то четкой линии Или мы спасаем людей, или мы спасаем экономику Вот вы как считаете, что происходит? Ну, это называется одним словом бардак Должен сегодня отвечать за, в общем-то, за карантинные, можно сказать, меры Это прицель правительства Я не хочу сегодня говорить о тех мероприятиях, которые проводит, допустим, это само здравоохранение Там молодцы Они у нас работают достаточно активно во всех территориях Кировской области Имеется в виду районок Но вот то, что сегодня нет четкой выстроенной политики На территории Кировской области И как это делается в соседних регионах Как это делается в той же Москве То сегодня у нас Это я с Дмитрием полностью согласен И не буду повторяться Это у нас чувствуется Не только чувствуется, но это и на самом деле происходит Вот, поэтому нельзя относиться Нет, ну, по карантину, мне кажется, такие полумеры, они везде в стране Может быть, в Москве сейчас вот как-то построже стал карантин А ведь по регионам-то, в общем-то, мне кажется, везде Ну, почему? Если взять ту же республику Татарстан Там совершенно другие, так сказать, сегодня показатели Там власть региональная Очень четко разъясняет политику, так сказать, региона И люди, как говорится, понимают Если кто-то не понимает той опасности, которая сегодня нависла над Российской Федерацией Не только над Российской Федерацией, над всем миром То нам надо и эти, так сказать, требования сегодня соблюдать А у нас менталитет людей такой Ой, да вроде бы нас это не касается А нам надо поработать Нам надо, так сказать, съездить куда-то там, что-то сделать Надо жестко, да? Или наоборот Немножко ужесточить, с моей точки зрения, вот эти вот не полумеры делать А принять меры и четко довести до граждан Чтобы средства массовой информации доводили это саморегулярно Вот эти действия и те решения, которые принимает исполнительная власть А исполнительная власть, сегодня еще раз говорю, она полумерами работает Это иметься в виду правительства Кировской области Поэтому все вопросы сегодня к председателю правительства, господину Чурину Если человек, так сказать, не понимает, что происходит И не принимает соответствующих, так сказать, решений То я не думаю, что он Ну, последний вопрос, да, который, ну, действительно, у многих Я читаю в соцсетях вызвало недоумение Когда вроде бы с одной стороны нас просят сидеть дома С другой стороны нам разрешают на Пасху пойти в церковь, да? Причем там официально Ну, ведь Кирилл обратился Что не надо ходить в церковь, надо сидеть дома и молиться Поэтому, если у нас это будет происходить, то я не понимаю Сегодня, еще раз хочу подчеркнуть, что у нас правительство Не управляет сегодня регионом Не управляет уже на протяжении, это самое, 17-го года Вот эти три последних года, по сути дела, они Разбалансировка идет в системе управления Вот, она уже достигла своего эпогея И кадровая политика, видите, как она, в общем-то, в управлении, она зависит от кадров А если кадры сегодня, это самое, не понимают элементарных вопросов в управлении Как они, это самое, естественно, с любой задачей они не справятся Особенно с задачей та, которая, угроза нависла над жителями, допустим, нашего региона А вот, по поводу угрозы, вообще, вот вам как кажется в этой ситуации правильно Какую выбрать линию поведения? Спасение экономики или все-таки спасение жизни? Ну, видите, ведь мы сегодня с учетом этого многое потеряем в экономическом плане, очень многое Вот, и мы не вернем тот же средний и малый бизнес, о чем говорит президент То реализации данных вопросов на территории Кировской области не чувствуется, их просто нет Если тут заявило правительство Кировской области, что мы не будем, в общем-то, освобождаем от поборов на ремонтные работы в жилых помещениях То сегодня пришли квитки и все обязаны платить Понимаете? Как может работать сегодня? В мае, в мае первая нулевая квитанция придет Ну, пусть даже в мае первая нулевая квитанция, но ведь сегодня народ-то, сейчас, так сказать, тоже в большинстве своем не работает И к средствам существуют правильно, в мае придет это самое, а как жить, семье Надо же продумывать эти вопросы, что ж ты маем-то это продумываешь, ты бери апрелем Коронавирус-то начался, когда? С того момента это самоосвобождай, если уж ты проговорил эти вопросы И ничего страшного не случится именно в этом направлении Послабление в налогах, а у нас банки сегодня работают, жалобы идут ко мне каждый день И как в основном, так и в письменном виде От коммерческой структуры, и не только от коммерческой структуры Та же ипотека сегодня душит процентные ставки, так сказать, по ипотеке людей Ведь надо платить, а потом кто, где они, если не работают, сидят дома Им никто не заплатит за эти вопросы, правильно? По ипотеке там есть некоторые очень ограниченные возможности, когда ты можешь взять эти каникулы Но ведь тоже президент объявил это дело, каникулы сделать Что ж вы это самое, это не делаете И тем не менее, сегодня банки на протяжении последних 15 лет Их государство начиняло, так сказать, непрохими активами в виде денег Вот, поэтому давайте, отдавайте и, как говорится, помогайте в этой ситуации Времени мало у нас, а меры вот помощи предпринимателям, которые сейчас обозначены Да, вот те же отсрочки, еще что-то, они вам достаточными кажутся? Я думаю, нет Особенно, если это мелкий и средний бизнес Если у вас сегодня магазин, и магазин не работает А этот магазин вы взяли, так сказать, в аренду А какими должны быть меры? Какими вам видятся эти меры? Мне видится то, что надо сегодня средне рассчитать, обратиться к населению, дать соответствующие нормативно-правовые документы выдать, как говорится, и помочь в этом направлении Помочь как? А как, я еще раз говорю, нормативно-правовой документ в виде постановления, распоряжения, что вот такая-то процентная ставка, рассчитать среднюю процентную ставку, допустим, по тем же жилищно-коммунальным услугам А у нас вообще тарифная политика самая, извиняюсь меня, самая, так сказать, высокая на территории Российской Федерации, это в Кировской области И у нас доходность самая низкая Мы сегодня в Приволжском федеральном округе по доходности стоим на последнем месте Пытаюсь все понять, какие конкретные, о каких конкретных мерах вы говорите Еще раз хочу это самое, вернее, разъяснить Дорогая Мария, вот выходит постановление Это постановление должно быть рассчитано Министерством экономического развития в отношении, допустим, вот вас как предпринимателя Вы как предпринимателя, они же собирают, так сказать, определенную информацию по работе предпринимателя И налогооблагаемую базу считают Так вы посмотрите тогда, если, допустим, человек аренду платит там за помещение порядка, это самое, 10 тысяч рублей в месяц Тогда давайте этим постановлением доведем до тех, вернее, арендодателей, которые, в общем-то, сдают эти помещения Чтобы они тоже почувствовали вот эту, так сказать, ситуацию и сделали послабление То есть вы видите слова, не видите конкретных постановлений и документов А эти конкретные действия правительства должны выходить в нормативно-правовых документах То есть это в распоряжениях, постановлениях, как говорится, в законах региональных и так далее А этого сегодня нет Я вот не вижу этого Я не знаю, это самое, полностью... Поэтому предприниматели не понимают, что происходит Я полностью согласен с Димой То, что он говорил, это самое, что у нас какие-то полумеры и какая-то тишина Эти вопросы, если я еще раз хочу, так сказать, обратить внимание, допустим, заместитель председателя Первый заместитель председателя Курдюмов сегодня работает и отвечает за те отрасли Так он их ведет Там понятно и четко все, так сказать Если там немножко, так сказать, какая-то разбалансировка по образованию Так он подтянул этот вопрос Ближе, это самое, вот буквально, так сказать, на днях И довел до людей, как это надо делать И что мы не, это самое, должны, так сказать, сделать по здравоохранению, по образованию То там ясно, четко, так сказать, действия его управленческого характера А здесь я их не вижу, в общем-то Он же отвечает, председатель правительства и губернатор за всю область Что ж вы не можете это самое довести до районов, определенные, так сказать, вопросы, которые надо сегодня это самое определить и довести Сергей Павлович, у нас прям вот, наверное, одна минутка уже остается И последний вопрос, немножко отойду от темы В повестке сейчас тоже Жители Демьянова хотят забрать из Праги памятник Коневу Вот как вам такая инициатива? Это очень, так сказать, правильная, хорошая и... Своевременная? И своевременная инициатива Почему? Потому что в Праге снесли памятник Коневу Мы делали соответствующее заявление, посольство Чехии направили соответствующий документ Это наша партия имеется в виду И спасибо огромное жителям поселка Демьянова То, что вот они проявили вот такую инициативу Но вы видели буквально заявление чешского президента Что он вроде бы это самое и отрицает эти вопросы, как говорится, и осуждает Но в то же время не принимает никаких мер и никаких решений Пока нет у нас ответа, чтобы этот самый данный памятник, в общем-то, ну, по нашей просьбе был, так сказать, возвращен на родную землю, в общем-то, нашего, так сказать, земляка маршала Конева На этой ноте мы закончим нашу программу Сергей Павлович, спасибо вам большое Доброго дня и здоровья Вам тоже всего самого доброго И все, кто нас слышал, тоже всего самого доброго Не болейте, берегите себя До свидания До свидания Особое мнение на 101FM